На этой неделе сельхозтоваропроизводители Чувашии отметят профессиональный праздник. С какими результатами заканчивают год аграрии республики обсуждали сегодня в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. На селе работ не в проворот в любое время года. На этой неделе к зиме должны быть готовы все животноводческие комплексы. Еще не закончено болот зерна. Урожайность достигает 24 центнеров с одного гектара. В прошлом году было 27,1 центнера с одного гектара. То есть на 3,2 центнера с одного гектара урожайность в этом году меньше. Лидерами по валовому сбору зерна являются Яльческий район. 59,3 тысячи тонн зерна. Цивильский 52,7 тысячи тонн района. Наибольший урожай зерновых и зерновобовых культур в Урнарском, Яльческом, Цивильском районах. Также в Урнарском, Красноармейском, Аргаушском, Румарском, Чебоксарском, Яльческом районах убрано 989 гектаров кукурузы на зерно при урожайности 36,9 центнера с одного гектара. Работу завершили и картофелеводы. В этом году в республике убрали более 140 тысяч тонн второго хлеба. В регионе были увеличены и площади хмельников. Это перспективная культура. Цены у нас на циклопродукцию сейчас какие сложены? На зерно, не раз мы называли, больше 11 600 рублей тонна. Зависит от качества. Здесь складов собирают на чувашки, продукты другие за 12 рублей. Также ячмень. На зерно очень неплохие цены. Здесь, как глава республики неоднократно отмечала, есть соблазн, конечно, сегодня продать, заработать деньги, но в то же время мы должны подстраховаться над этим и работаем. И с учетом того, что зимы могут перезимовать не очень хорошо, надо фонд дополнительных семян создать. Члены правительства обсудили и планы по сокращению очередей в детских садах. Чтобы создать ясельные места, республики из федерального бюджета выделят порядка 2 миллиардов рублей. Средства будут направлены в строительство 14 дошкольных организаций на 2 840 мест. Это 9 детских садов в городе Чебоксары и по одному в Комсомольском, Чебоксарском, Северских районах, городах Канаш и Чебоксарск. Нужно отметить, и это естественно, что не все родители отдают ребенка в сад по достижении двух месяцев. Обычно отдают после достижения полутора лет. Поэтому, если считать это реальные потребности, то доступность мест в яслях в настоящее время по республике составляет 58,3% от потребности. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики временно возглавил первый заместитель Владимир Максимов. Экс-руководителю ведомства Владимиру Михайлову, председателю Кабмина, вручил благодарность. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вилеев, Республика.